привет немного о нашей музыке в разрезе той как бы российской музыки вот в плане на которой вот мы росли то есть как все вы знаете что ну то есть как я уже наверное упомянул что в основном на нас как бы вот повлияло именно ну западная музыка всем известные там deep apple led zeppelin black sabbath и pink floyd ну и вся остальная там назарет юра хипы и так далее в общем то да но собственно говоря как бы что же на нас еще повлияло кроме вот как бы той музыки которую собственно ну кроме западной как вы все знаете собственно то есть сейчас можете сказать что там русская музыка там вот русская как вот там как же вот не русский рок там вот русский рок я вам скажу так что российская музыка на нас конечно тоже повлияло конечно повлияло но это был не русский рок то есть это было вот как бы вот русская музыка есть но это не это не русский рок российская российская музыка в смысле там музыка как бы это вот именно не питерская школа хотя казалось бы опять же говорю да там русский рок там вот как все там говорят что вот русский рок вы же вы живете в питере там туда-сюда и вот как же на вас вот не повлиял русский рок русский рок на нас не повлиял конечно да то есть на нас повлияла русская музыка но только в разрезе российская музыка повлияла на нас но только в разрезе московской школы то есть московской школы это вот группа ария группа черный кофе группа мастер группа круиз соответственно но это круиз это не московская там молдавская группа да но они как бы потом по переезду в москву собственно говоря тоже были ну собственно говоря вот они переехали в москву и поэтому я их отношу к московской школе тоже там группа парк горького например тоже московской ну как вот короче для как бы быстроты я скажу что чтобы не затягивать я скажу что как бы это все как бы вся та музыка который занимался ну стас нами вот для проще да как бы то есть да а и вот в смысле того что как бы да я говорю что поскольку мы всегда для меня первоисточником всегда была музыка то есть именно музыка и поэтому мы вот всегда как бы искали музыку в плане вот именно вот российскую музыку также кстати вот я говорю там и ольга кормухина и вот ну все вот все кто там был вот я не знаю там рок ателье вот это вот ну то есть все что в москве было вот это вот как бы как бы на нас очень сильно повлияло потому что как бы да я еще раз повторяю да мы искали музыку и поэтому как бы вот именно музыку потому что а в москве она была в отличие от питера то есть потому что мы не хотели как бы ну мы хотели максимально дистанцироваться от вот этого понятия так сказать вот этого понятия русского рока и вот то есть вот этот бестолковый ну не бестолковый а может быть то есть может быть тогда в то время так было и правильно как бы вот но вот этот прямо вот не знаю жесткий упор на текст мне как бы никогда не нравился то есть я понимаю там да там смысл текста все но просто как бы музыки у нас музыки не было да то есть как бы вот этого очень как-то вот у нас постоянно вот этого то есть муссировалось я просто говорю о том о чем да вот у нас постоянно это муссировалось в плане того что как бы вот упор на текст там да там в плане того что там вот аквариум там вот все вот это вот там башлачов тоже там все вот как бы вся наша так сказать питерская тусовка вот и ну как бы опирается постоянно на текст тексты там вот мы же всегда как бы вот когда создавали свой проект вот этот да то есть мы максимально поставили именно музыкальность нашей вот ну то есть музыкальность музыку и вот то есть музыку поставили на первое место относительно текста хотя сейчас может меня там кто-то и закидает собственно говоря всяческими эпитетами там и в общем может быть да там потому что вот как как же там вот гребенщиков там там пошлачев там вот это это же так текст это культура там все я как бы понимал ну мы понимаем что да как бы это культура и я это понимаю но просто понимаете когда это нагружено настолько чтобы просто перегружено перегружено смыслом там вот как бы хочется спросить как бы а где музыка то ребята но собственно говоря вот это вот меня именно и от ну как бы немножко отстранило от питерской школы от питерской школы потому что все же считают что раз ты живешь в питере значит вот типа тебе питерская школа и вот нет значит мы ориентировались всегда на московскую школу вот в плане вот того что собственно ну на плане московской школы вот музыки да как бы ну как говорится то есть да вот все там говорили что вот скажем там по поводу текста кстати по поводу текста скажу такую штуку что очень хорошее сочетание музыки и текста у группы ронда вот здесь вот да это вот то есть чтобы просто не быть вот что я типа текст отрицаю там нет я текст не отрицаю опять же в плане вот там как бы то есть но просто мы вот мы подходим в плане группы ронда да вот плане группы ронда мы подходим к хорошему продукту просто то есть вот где текст как бы грубо говоря сочетается с музыкой и он ну то есть он не на первом плане скажем так все он не стоит на первом плане и это как бы не так режет уши скажем так как у нас вот в питере это вот и соответственно да то есть вот ронда это один из примеров скажем тогда чтобы вот закрыть тему текста хотя текст вот я говорю я текст тоже очень люблю но на самом деле и это тоже не совсем верно потому ну как бы вот эта позиция тоже относительно москвы не совсем верно в плане ну то есть только москвы потому что и в питере у нас были собственно говоря тяжелые группы просто вот все как-то так сформировалась о том что у нас вот грубо говоря там в питере есть ну так вот это как это бардовская песня в смысле ну там как бы вот на ну такой рок русский рок на уровне бардовской песни то есть у нас и в питере то были там тяжелые группы типа как август северные врата пушкинг санкт-петербург то есть все это было но как бы их как-то отодвинули тоже потому что я как бы вот я тоже тут общался с одним как говорится да то есть одним очень хорошим человеком и я говорю а че неужели вот мне тоже стало интересно че неужели вот там аквариум кино там вот в питере то только как бы он мне сказал что нет то есть в питере были тяжелые группы тоже но их соответственно как бы так сказать вот как я говорю отодвинули от как бы ну то есть задвинули короче хотя они были вот вышеозначенные группы да как бы они были вот как я не знаю август северные врата там санкт-петербург пушкинг все это было но вот почему то есть чему то стало удобней как бы быть вот таким как бы вот русским ну то есть русский русским бардроком то есть и все вот на этом как бы базируется да ну вот так вот хотя я против там против аквариума против башлачева там и против остальных других там ничего не имею а конечно то есть из питерской тусовки да как бы всех утер всех утерла групп кино тут мы тут уж отрицать не будем потому что там все-таки была ну у кино была хоть какая-то музыка то есть а когда ты как бы слишком перегружен текстом ну это тоже не очень хорошо ну и соответственно как бы наши те вот наша музыкальная тема относительно российской музыки поэтому и пошла поэтому и пошла в основном как бы через москву а не через питер как многие думают наша вот именно то есть нас формирование как вот формирование меня как личности ну в смысле вот как бы и ну и наши собственно говоря вот группы вот с моим давним другом леонидом стефанчиковым тоже то есть у нас как бы с ним очень похожие взгляды на музыку на нашу музыку то есть я все-таки если говорить относительно музыки это вот то есть это вот группа ну группы московской школы ну и вот как бы вот так вот это все и ну и двигается просто как опять же да говорю что относительно русского рока мы как бы к русскому року мы себя не причисляем в плане вот там да потому что хочется конечно как бы ну делать музыку и вот чтобы музыка тоже существовала существовала в плане вот как бы именно музыка не как то есть там не как дополнение к тексту в смысле вот в плане а как самостоятельное именно вот ну музыкальные вещи да в плане потому что как бы у нас я говорю в питере вот кого не спроси все любят вот вот там текст текст там да это не да конечно как бы понятно что для россии там это поэт больше чем поэт но все-таки музыка все-таки вот я говорю что относительно российской музыки для меня это вот москва а не питер ну вот так вот то есть такие вот ну то есть такая история хотя кстати говоря по поводу питера и вот ну то есть по поводу питера я вам скажу такую вещь что очень сильно надо выбирать выбирать по поводу ну то есть вот в питерской да в питерской прослойке музыкальной да то есть по питеру очень надо сильно выбирать того ну то есть как бы что слушать да слушать все-таки как бы кино допустим да и ну относительно так если сказать там да как бы майка да вот то есть то есть потому что я говорю как бы вот все остальное майк на вот майк на уменька и кино да то есть цве да потому что там там все-таки хоть какая-то музыка вот у кино у кино да то есть какая-то музыка хотя бы была ну и она как бы она есть соответственно да потому что кино и это я говорю это кино очень сильно выделяет в плане вот все остальные вот этой вот бардовской истории ну бардовской истории формирования питерской школы как сказать ну питерской школы рока в смысле вот в плане и кино это очень сильно выделяет ну и майка соответственно тоже майк на уменька зоопарк то есть да это тоже вот как то то есть ну тоже как-то выделяет в плане да там потому что ну и майк соответственно тоже не будем забывать что там и текстуально тоже он писал гениальные ну хорошие вещи то есть да вот так вот то есть как бы по питеру я вам скажу да по питеру как бы надо очень сильно выбирать а в смысле музыки да как бы на нас вот да то есть на нас как на группу в смысле на нас как на людей именно в смысле музыки потому что мы искали музыку опять же больше музыку чем текст хотя к гребенщикову там да то есть это как бы не будем забывать что это все-таки тоже столб да как бы нашей российской ну нашей российской действительности он как бы ну не будем забывать что это человек повлиявший на многих тоже как бы он сдвинул вот эту прослойку людей как-то ну не знаю не будем говорить слово заставил не люблю как бы я все-таки больше свободно как бы более будем ориентироваться более свободными терминами как бы да там он дал эту прослойку людей мыслить вот думать как бы там вот это да это тоже кстати дорогого стоит но вот опять же говорю да это перегруженность текстов перегруженность да то есть которые грубо говоря не всем понятно я не говорю что они плохие и что вообще там текст это плохо я об этом не говорю об этом я не говорю текст когда текст хороший опять же говорю вот наша группа гениальная группа ронда и вот да то есть где вот текст сочиняя текст сочетается с музыкой да то есть это вот просто да это это очень хорошо и как бы так что так что текст текст в музыке это неплохо я я не я это не отрицаю то есть как ну просто я говорю мы вот искали музыку да и конечно как бы вот именно в плане музыки на нас повлияло очень сильно ммм м москва то есть московская школа потому что опять же в московской как опять же вскому на как бы до классиков Тех же, да, то есть, того же, допустим, Кинчева, да, там, Алиса Когда он говорил, что московские музыканты играли, как бы, конечно же, круче Да, то есть, ну, вот, собственно говоря, вот вам и ответ Да, то есть, лучше играли московские музыканты Там, да, там и «Черный обелиск» вспомним, да, то есть И тот же «Черный кофе» и там, я не знаю «Красная пантера» Ольги Кормухиной и пар Горького Ну, пар Горького, кстати, вообще в этом смысле знаковый пример Потому что они, это, как бы, на мой взгляд, это полностью фермашные группы Просто фирменные, вот, фирменные из фирменных Ну, и вот, то есть, такие, там, я говорю, как бы, мастер, ария, да Вот, потому что, да, как бы, мы начинали слушать, вот, именно, вот, с арии Ну, грубо говоря, метал, да Кто не начинал метал слушать с группы арии Наверное, я не знаю, нет таких людей Или их, ну, очень мало Ну, и вот, в плане, да, как бы, как говорится, да То есть, если говорить в плане, как бы, в плане, ну Ну, как сказать, в плане гитары, да То есть, опять же, это тоже, там, в основном, это, ну, Москва, там, да Как бы, вот, из тех же наших гитаристов, там, говорить, да Там, это, ну, это Дмитрий Четвергов тоже повлиял на инструментальную Ну, в плане, вот, как бы, Дмитрий Четвергов очень сильно повлиял на, именно на меня, да То есть, как на, из наших гитаристов, да То есть, потому что все вышеозначенные, те гитаристы с мировым именем Как, там, Дэвид Гилмор, там, Ричи Блэкмор, Тони Айоми, Джимми Пейдж Там, и, значит, Ингли Малемстин, там, Ван Халлен, Джимми Хендрикс Стив Вай, Джо Сатриани, там, это все понятно Но, как бы, наши люди тоже не встают в стороне То есть, они не стоят в стороне в этом смысле И они, как бы, также есть достойные люди Там, и, там, и Алексей Страйк, и тот же, я говорю, Дмитрий Четвергов И, там, Олег Изотов тоже, кстати, да, вот Дмитрий Четвергов вообще в этом смысле знаковая фигура Потому что он поднял вообще, то есть, гитарную Вот, именно инструментальной музыки, да То есть, и гитарную тоже На самом деле сцену Сцену инструментальной музыки И гитарной музыки В смысле, вот, как бы, с него все это началось Вот, Дмитрий Четвергов там Дмитрий Малолетов, также, там, Олег Изотов Кстати, один из учеников, вот, по-моему Что-то он учился у Дмитрия Четвергова тоже Потому что я, именно, вот, об Олеге Изотове Я лично узнал мне еще, я говорю Ленчик сказал о том, что А это было где-то в 2000-х Ну, то есть, это было где-то в 2000-м, по-моему, году В 2000-м году он сказал, типа Вот, говорит, там, это самое, типа, Дмитрий Четвергов там Представил парня там И, по-моему, это тогда был Олег Изотов Потому что, ну, как бы, да В общем, в 2000-м году я думаю Ой, что мы, там, Дмитрий Четвергов Ну-ка, да, послушайте Тоже, на самом деле, там, как бы, очень много людей Таких вот Ну, и вот, как-то у нас Все так вот, как-то через Москву и идет Как бы, то есть, ну, все У нас все началось с, вот, ну, с нашим, вот, с нашим Именно, да, то есть, сейчас вот Да, то есть, с нашим менталитетом, да, вот Таким музыкальным Именно, вот, что касается российской музыки У нас все идет через Москву То есть Потому что, ну Как бы, вот То есть, Москва, это, как говорится Это Центр всего Потому что, то есть, там и Я говорю, сейчас так вообще, там, я говорю Как бы, гитаристов много, да То есть, там И там, и еще раз, да, там И тот же Еще раз говорю Дмитрий Четвергов Тот же, да И Там, не знаю Алексей Страек Олег Изотов Опять же, там Не знаю Дмитрий Горбатиков Тот же Если говорить о Ну, то есть О гитарной музыке, да Там Ну, я говорю, то есть, как бы В Питере Да, еще раз Чтобы закончить уже Как бы, эту тему В плане В Питере же тоже есть В плане, вот Гитаристов Ну, вот Гитаристы именно Как вот, да, там Например, да, там Сергей Болотников Хороший Там, хороший гитарист, да Там Или там Алексей Шпынев Тоже То есть, неплохой Хороший гитарист, да Как бы, есть Но, опять же У нас Да, то есть Вся вот Тяжелая сцена Она, как бы Вот, именно То, что касается Питера Ее, как бы, у нас Ну, формально Я не хочу Так сказать Уж Ну, совсем грубо И всех там Облить Как говорится Тем, чем Неприятно Я не хочу Но у нас Я говорю То есть, она Как-то вот По Поодаль Да, то есть Стоит Ее Гитарные И вообще То есть, такой Тяжелой сцены У нас Как бы Нету Да, но Она есть То есть, она Как-то в тени Находится Ну, сейчас Соответственно Да, то есть Современные Все тенденции Это Сейчас вообще Как-то убирают И, по-моему И даже уже И русского рока До этого Как бы В принципе Нет Да, там В плане Вот То, что он Не особо Кому интересен Скажем так Он-то остался Там То есть, все Эти Так сказать Корифеи Нашего Нашего Такого Русского рока Они еще там Слава Богу Живы Все Но Как бы Он уже потерял Среди молодежи На мой взгляд Ту актуальность Которую он имел Раньше Ну, вот Как бы Такое вот Как бы Дело Ну, это Это просто вот К вопросу о том Что Значит, почему Как бы Да, то есть К вопросу О нашей Российской музыке И почему То есть Ну, потому что Как бы Многие Могут мне Предъявить о том Что Как же вы Там вот Там Российская музыка Нет Российская музыка У нас Тоже присутствует Но это Московская школа То есть Московская школа Там Потому что Опять же Там То есть С точки зрения Музыки Там Больше Именно Вот Именно в Москве Больше музыки То есть А Как бы Русский рок В смысле Вот такой Бард-рок То есть Мне как бы Не интересен Вот в том Как бы В том виде В котором его Вот Ну, то есть В котором его Преподносят То есть Хотя Я против него Ничего не имею То есть Поскольку Нам была Интересна музыка Мы То есть В качестве Нашей Российской Музыки Мы Ориентируемся На Москву То есть Именно На Москву Потому что Потому что Ну, чтобы Вот Как бы Закрыть Эту тему И Сказать Что Вот Как бы Чтобы Чтобы Нас так Не Не поливали Тут Что Вы там Совсем Западники Там Туда Сюда Нет Товарищи Как бы Русская музыка У нас Российская музыка У нас тоже Присутствует В плане Вот Как бы Это Она присутствует Просто Она Для нас В Москве Находится Ну, вот Так вот В общем Товарищи Товарищи